Инус, еще раз доброе утро. Спасибо за то, что приехали к нам сегодня. Вы сейчас пока в России. Это связано с каким-то количеством ваших работ? Какие-то проекты сейчас делаете у нас? Ну, вообще-то я приехал, устанавливаю вот эту последнюю работу здесь в России. Она не в Москве, она на Лосибирске. И вот намечается еще в Томске, как бы, тоже установка большой-большой работы. А что в Москве? В Москве пока мы планируем, как бы, планируем, как бы, сделать выставку. Похоже, это произойдет в следующем году. Вы сказали, что ваша последняя работа будет установлена или уже установлена в Новосибирске. Так уже установлена или будет? Мы установили, да, это было установлено уже, да. Это буквально неделю назад, по-моему, да. Что за монумент, что за скульптура? Это был, как бы, заказ. Со стороны одного удивительного человека, как бы, вот, я бы даже не сказал, что это социальный заказ. Личный? Личный заказ, да. Просто состоятельный такой человек, да? Я бы сказал бы так, да. Мы можем назвать его, это же не компромат для него. Не только состоятельный, но он очень, как бы, интересный человек и очень страстный человек. Если он за что-то берется, как бы, страстно, как бы, доводит до конца. Не хотите фамилию назвать? Почему? Можно назвать, это вот Роман Викторович Троценко. Так, и что это такое? Это, как бы, работа посвящается покорению Сибири. Это, вот, присоединение огромных территорий, вот, к России, да. То есть, мы посвятили это дело, как бы, вот этим событиям, которые происходили давно. Насколько я знаю, Ермак, в основном, если как личность, фигурировал в этом процессе, и его изобразили, да? Он начал это дело, мы, вот, взяли, как бы, за основу, как бы, вот, этой композиции, вот, Ермака, да, первый Сибиряк, да. То есть, это какая-то многофигурная композиция? Да, это даже, вы знаете, я бы не сказал, что это такая, чисто такая скульптура, это, типа, я не знаю, такая эпическая панорама такая. То есть, это такой рассказ, да, можно рассказать, как целая, как бы, то есть, история, как бы. То есть, это абсолютно такая сюжетная, сюжетная композиция, да? Ну, история, которая сделана в 3D, да, как бы. А кто придумывал это? Вы сами, то есть, вам просто, вот, поступил такой заказ, давайте сделаем что-нибудь, что можно установить в Новосибирске, в Новосибирске, что можно установить, что-то про покорение Сибири, кто покорил Сибирь, Ермак, и дальше вы сами придумывали, или вам прям сказали, слушайте, вот это будет многофигурная композиция, должен читаться сюжет, без изысков, без вот этой конструктуальности новомодной, чтобы было понятно. Для народа. Ну, нет, конкретно такой задачи не стояло. Просто мне сказали, что вот есть помещение, вот, давай сделаем, вот, примерно, вот, такого плана работы. То есть, не было никаких, там, как бы, пожеланий. То есть, вы сами все это придумали? Да, мы придумали, ну, не я сам, но, вот, Роман Викторович, как бы, он участвовал в этом, как бы, он приезжал, мы вот долго, как бы, сделали много эскизы, много всего, и мы, как бы, выбрали, как бы, самый, как бы, удачный вариант, а потом в ходе дела, там, ну, как всегда, там, работаешь, выбираешь, а потом в итоге получается совсем... Что-то третье, да. Да, что получается, да. Так получилось, но, на мой взгляд, получилось с удачной работой. А диктата со стороны Виктора Троценко не было? Да, нет, 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 он же творческий человек тоже. Ну, в общем, да, можно сказать и так. Вы сказали, что это в помещении. Да, ну, да, это в помещении аэропорта Толмачева, то есть, и там новый аэропорт. А, это и скульптура, которая будет теперь в аэропорте. Да, новый аэропорт, это, как бы, вот, прям выходишь, вот, с аэропорта, вот, с самолета, да, с трапа выходишь, заходишь, прямо вот она стоит, вот, на тебя, как бы, смотрит. Как только ты приземляешься. Приземляешься, да. А, в Новосибирск теперь тебя встречает Ермакса-товарищи, да? Да, Ермак встречает, там, людей, которые прилетают в Новосибирск. Вы довольны результатом? Ну, конечно, конечно, да, 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 долгая работа была, как бы, работали, как бы, чуть больше двух лет. Конечно, я не планировал столько времени потратить на это, но так получилось, то есть, там, сложная технология, как бы, работы, как бы, никто до этого не делал. Я сам никогда не делал до этого. Я, когда начал эту работу, я просто предупредил Романа Викторовича, я говорю, Роман Викторович, по-моему, никто до этого не делал эту работу. Я просто не знаю, что из этого получится. А какая-то совсем новая технология, неопробованная, да? Да, никто не делал до этого, как бы... А что именно, что именно никто не делал? Ну, это такие огромные блоки, сделанные из акрелика, она прозрачная, то есть, размеры блоков, они просто большие, там, каждая весит, там, по несколько тонн, а такие большие блоки никто никогда не делал, нет такой технологии, да, то есть, нам пришлось просто... Изобретать сюда новую. Да, я придумывал работу по технологии, которых нет, не существует, да, и в ходе работы, вот, я всегда говорю, блин, вот то, что я делаю, да, всегда вот так вот, да, то есть, придумывается то, что очень сложно сделать. Вы знаете, мне кажется, замечательно, город Новосибирск заслуживает подобного рода работы, новой технологии, и вообще такого, чего нигде до Новосибирска не было. Конечно. Город отлично, вам понравился, кстати, город? Город потрясающий, да, мне понравился город. А в Томске что вы собираетесь делать? В Томске у нас будет, как бы, тоже скульптура из той же серии, там, «Покорение Сибири», но она будет немножко другого плана, и она будет на улице стоять, прямо в центре города. Это тоже, как бы, Роман Викторович, как бы, участвует в этом, он, как бы, заказчик, он, как бы, один из, как бы, вдохновителей этого всего. И вот так... Скажите, а с супругой вы никаким образом не участвовали в этом процессе? Она участвовала, она участвовала, она вдохновляла нас. Вас обоих. Да. Хорошо, давайте мы буквально на одну минуту сейчас прорвемся, я еще раз представлю нашего гостя, сегодня в программе они сделали это, человек, который сделал уже довольно большое количество скульптур, причем ряд из них и в Лондоне, и, как мы теперь выяснили, в Сибири, в Новосибирске, стоит и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и, слава богу, у нас скоро будет выставка довольно интересная в Москве. Мы поговорим и о лондонских работах сегодня. Юнус Сафардиар у нас сегодня в программе. Буквально через одну минуту мы вернемся в студию Финам-ФМ. Финам-ФМ. Реклама. Датская компания Данхаус строит дома за три месяца с 10-летней гарантией, безупречное датское качество и совершенные скандинавские технологии. Об этом можно много говорить, но лучше один раз увидеть. Выставочные дома Данхаус работают ежедневно и без выходных. 649-81-29. Лучше один раз увидеть. 649-81-29. Будет ли принадлежать мир Китаю? Ответы на этот и другие вопросы в новостях на деловом телеканале Эксперт-ТВ. Деловые новости и аналитика. Круглосуточно и ежедневно. Спрашивайте у вашего оператора. Телефон рекламной службы. 748-63-70. Они сделали это. Еще раз доброе утро. Сегодня в программе «Они сделали это». Человек, который делает скульптуру. У нас сегодня в гостях замечательный скульптор Юнус Сафардиар. Еще раз доброе утро. Еще раз спасибо за то, что вы к нам сегодня приехали. У меня, знаете, в связи с вашим последним рассказом вопрос. Как вы думаете, человек, который не имеет, ну не то чтобы покровителя, а может быть там друга, вдохновителя и так далее, да, состоятельного, творческого одновременно, да, имеет ли шанс пробиться, неважно где, в Англии или в России? Потому что работа скульптора подразумевает очень большие траты. Материал не просто дорог, а очень дорог. Установить его где-то, это действительно очень дорого. На свои собственные деньги невозможно быть скульптором. Поэтому приходится, ну, либо задружиться с олигархом, либо искать чего-то покровительства, либо сначала прославиться. Опять-таки непонятно, как это сделать, потому что тут нужно опять материал, установка и так далее, так далее. Вот. И потом уже пойдут заказы. То есть я хочу спросить, вот как это возможно в вашем случае? Ну, в принципе, это не так просто и неоднозначно. Очень трудно как бы составить такую схему, как... Да, как стать скульптором. Как стать скульптором и как как бы... Причем таким востребованным, узнаваемым, известным. Да, иметь шанс, да. То есть нету схемы. Это по-разному, да, это как стихийное бедствие, понимаете? То есть как получится, так получится, да. А то, что это очень как бы дорогая профессия, вы правы, да, это очень дорогая профессия. То есть это не только вот касается материала, да, это же занимает уйма-уйма времени. То есть она поедает как бы ваше время. То есть очень долго-долго делаются проекты. То есть это не так вот взял, как бы быстро сделал, поставил и... То есть это не так вот.